так ребяточки продолжаю часть вторую щас буду подкрашиваться машина там Нессина в школе не включила там было много машин в дождь немножко больше машин и как-то не было места они так припаркованы были не было места там припарковаться и выехать нормально поставить телефон и выехать я сразу сюда на станцию приехала ну хотела сказать Ольга Вишенка на торте я вчера слушала и также Эрика Берлин хотела сказать защиту Аня Настя Лайв в их защиту почему они туда-сюда ездят вот они были в октябре в Харькове да поехали в октябре они были в Харькове а вот в феврале в конце с февраля по март они были так они успели побывать и там и там в Одессе они были в Одессе в октябре в Харькове а в феврале и в Харькове в Одессе по-моему вот так в октябре у родителей Ани прошлого года а в феврале ну что ноябрь декабрь я знаю это что целых 4 месяца а в феврале у родителей Насти ну здесь получается претензии вообще непонятные девочки поехали навестить родителей что в этом такого людям завидно что они разъезжают вот там раз поехали второй раз поехали да поехали там например папа Аня уже у него были какие-то проблемы со здоровьем и увидеться и все вот так в октябре поехали по этой причине Ольга вишенка на торте ой поехали маникюр делать волосики подкрасить ну да поехали и раз они уже там раз они там раз они поехали но и решили сделать себе маникюр волосы покрасить что это такого удивительного все кто ездит куда-то в страну рождения то же самое делают врачей они всех проходят Настя к лору ходила по-моему у Насте улучшилась речь ну именно не столько нам нос разговаривать сейчас но вот помог украинский лор одесский я там не сильно подробно смотрела можно спросить задать вопрос узнать у нее качество речи улучшилось у Насти когда она побывала у Одесского лора или под Одессой что здесь такого что девочки поехали к родителям вот такие претензии что вы разъезжаете и Эрика например сказала Эрика Берлин не будете больше разъезжать сейчас вас запрягут работать не будете разъезжать все кто хотят могут разъезжать сколько захотят что здесь такого они значит на чем-то другом экономят если им платят пособие если они могут отложить на билет самый дешевый там самолетом или поездом или автобусом это очень тяжело очень напряжно такие далекие расстояния но если найти подешевле билет на самолет билет на поезд если девочки там на на всем экономят максимально да они питаются готовят что-то дома большинстве дома чем где-то понятно нужно экономить нужно распоряжаться своими средствами очень эффективно своими пособиями но они так живут что у них хватает съездить и вы так учитесь жить что что у вас тоже везде будет хватать съездить ну человеку дается отпуск примерно там в Британии например от трех недель не бывает меньше трех недель по закону 21 день должен быть кстати я узнала у Наджела а как же у тебя с отпуском если три недели ты говоришь у тебя отпуск а ты еще и выходной на Рождество он говорит на Рождество мне оплачивают пять дней ну получается ему оплачивают 26 дней из двух недель ему оплачивают пять дней на Рождество значит у него три недели а ну это оплачиваем я поняла там 15 плюс 5 это как 20 ну плюс один где-то там еще ну да это если рабочие дни считать 21 день у него рабочих дней оплачиваем оплачиваемых вот поэтому вот так там 35 15 3 недели а там еще пять дней это 20 ну еще где-то денек оплачивают в общем 21 день ему оплачивает год а мне оплачивают пять недель может чуть больше пять с половиной вот такая щедрая у нас в компаниях нет не столько заработок заработок минимум чуть выше минимального в час но насчет отпусков они щедрые очень наверное вот этим они держат некоторых людей что можно там целых пять недель в год иметь отпуск с половиной но это я заработала из-за того ну наверное сейчас дают четыре недели просто по тем правилам когда я начинала давали пять недель не новичкам несколько лет дают наверное четыре недели а потом прибавляется тебе отпуска и я заработала за 18 лет уже почти 19 в августе будет пять с половиной недель такая награда ну радуйтесь за девочек что они поехали родителей проведали в октябре потом еще через четыре месяца но жизни вечно никто не вечен и родители не вечные пока есть возможность такая была такая возможность они ходили на курсы они все делали по правилам ходили на курсы собрали денежки также youtube им какую-то денежку платит вот учитесь у них открывайте свои каналы и за и пытайтесь заработать какую-то денежку или вам донат пришлют или вам youtube заплатит я еще только подбираюсь к этому к тысячи подписчиков и узнаю как это все работает там хочу знать как на бустере есть не то что что там узнавать как регистрироваться хочу может быть я созре зарегистрироваться на пусть и может быть или просто тут на ютюбе организовываешь платную подписку и общаешься с единомышленниками или помогаешь людям вот например я могу давать психологические консультации начиная с июня помогать личное сообщение могу помогать по достаточно лояльной цене так как я начинающий психолог практик про в плане официально это делать я по жизни психолог постоянно но официально это делать я не помню что за что за наезд что за этаж все за наезд но девочки все делают по правилам если германия установила такие правила что беженцы из украины могли вот два года не работать там учиться но они же сами виноваты что они не не досмотрели этот момент они должны были так сказать что вам будет максимум годик мы даем учить язык дальше все вы совмещайте и учебу и работу вы обязаны выходить на работу мы пособия вам урезаем после одного года проживания в германии чтобы справиться с этим с таким наплывом беженцев огромным огромным что тут такого что девочки поехали к родителям не пойму вообще вот этой зависти и злости и злорадства и злобства злобности вот этой но вы собирайте не тратьте на шмотки например по убавьте свои какие-то расходы например эрика очень любит тратить на одежду очень очень много небольшой гардероб но можно как можно путешествовать побольше она путешествует побольше но ей завидно что вот беженцам платят пособия а ей нужно зарабатывать так беженцы in title я in title to it по правилам германии они ничего не нарушили у них есть право получать эти пособия ходить изучать язык это что они смогли отложить они едут в украину это их право как тратить эти деньги какая вам разница вот это например вы разъезжаете вы разъезжаете а вам какая разница и вы тоже разъезжаете но вы сказать и мы разъезжаем на заработанные ну им тоже их пособие это тоже их заработанное это им положено по закону они ничего не нарушили перестаньте завидовать если бы вы избежали от войны и вам нужно было выживать вам точно так же какая-то страна вас вам платила поддерживала тоже германия и дала вам выжить и пережить войну и вы бы точно так же вы хотели такой же помощи то же самое что украинцы получают эту помощь я не пойму от ольга вишенка на торте из беларуси и эрика из берлина что за претензии к девочкам это их личное дело на что им тратить деньги и пособия или они остаются в германии или они очень у них очень огромная ностальгия им очень очень хочется увидеться с родителями и погулять и пообщаться до под бомбами под бомбами под сиренами рискуя жизнью девочки едут в украину потому что пожелали такие риски брать на свой страх и риск я в ней ездила конечно же я встречалась с родителями где-то на западной я такая мама приедет на западную украину где чуть-чуть потише не столько не что не настолько опасно вот там мы встретимся не хочу никуда туда ехать под бомбы под сирены но девочки и смелее вот меня я бы там не сидела даже целый сколько там три недели месяц под бомбами под сиренами там бомбят там бомбят там убили там погибли люди бесконечно бесконечно то харьков то одесса везде все по украине там где боевые боевые действия война зона насколько опасно везде постоянно каждый день опасно каждый день безумно опасно но пока они молодые у них еще вот этот тинейджерский задор какой-то на свой страх и риск ну я думаю чуть и постарше люди становятся они уже больше думают и не едут туда где война вот вам просто не понять вас не вы просто эрика берлин и ольга вишенка на торте вас не вас не выперли вот так войну из ваших там квартир или домов просто в никуда в чужую другую страну и как бы вы скучали как бы вы тоже ездили свою беларусь свой назад куда откуда бы вы выехали эрика войну вы просто не вы никогда этого не поймете что через что прошли девочки через что проходят беженцы просто представьте вас выперли куда-то вы ну вы вынуждены чтобы выжить вы просто вынуждены выехать но сидите на месте гибните рискуйте становитесь инвалидами это бредотина часто должен часть 2